Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продажу выложили К-91, один из лучших танков в нашей игре. 10 тысяч голды с вас просят за набор, который включает в себя К-91. Плюс К-91 вы получаете себе довольно неплохой классный камом, который машину представляет в таком вот виде безумного Макса тематики. И мне очень нравится данный камуфляж, мне действительно он заходит. Я не любитель камуфляжей, но порой машинам действительно подходит. И кто-то, кстати, может написать мне в очередной раз в комментариях, что я что-то рекламирую. Ребят, Wargaming про меня не знает, мне никто не платит. И уж так просто сейчас сложилось, что в последние дни разработчики выкладывают на продажу действительно годные машины. Экшн, Икса выкладывают. Выкладывают за 5,5 тысяч Лёву, который в камуфляже смотрится просто великолепно. И за 5,5 косарей получить мало того, что фармящую машину 8 уровня, которая в принципе позволяет справляться с ней любому новичку. Плюс 30 дней према и куча дополнительных плюшек, великолепный внешний вид. Ребят, это действительно нормальное годное предложение. Поэтому я не рекламлю, я просто высказываю свое субъективное мнение. И когда на продаже что-то типа Т-25, то посмотрите обзоры на Т-25, которые есть у меня на канале. И поймете, что я не рекламлю все, что не попадет. Я рекламлю только то, что действительно может вас порадовать. А К-91 порадовать вас может. И если вы за честные обзоры, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и возвращаемся к нашему набору. 10 косарей, К-91, как я уже сказал, очень классный, симпатичный камуфляж. В части какой-то с обвесиками. Что касается аватара, здесь не буду ничего комментировать. На вкус и цвет товарища нет, поэтому нечего здесь говорить в отношении качества данной авы. Что касается Х-5, то на К-91 только в количестве 15 штук. Но это позволит вам существенно поднять размеры своих копилок. Ну и что касается, ребят, дополнительного, что есть в наборе, это есть приказик. Так вот, 75 тысяч нанесенного урона в течение одного дня на технике СССР. И я так понимаю, это с намеком на К-91, который к технике советской и относится. Вы получаете себе три мистических контейнера. Мне кажется, что довольно годно, довольно интересно. Еще стоит отметить, что К-91 выставляли за 10 тысяч золота и без дополнительных каких-то там суперовых плюшек. Поэтому в целом я считаю, что предложение уже годное. Есть точно такой же набор, но за реальные деньги и просят 20 долларов. Вот это я считаю уже дороговато для данной девятки. Хотя сама девятка очень классная и очень бодрая. Это действительно имбалансная машина на девятом уровне по своему орудию. К нему мы вернемся чуть позже, более подробно в сравнительной таблице. Кратко могу сказать следующее. Вы имеете барабанное орудие на три снаряда. Со временем перезарядки между собой в три с половиной секунды. И это немножечко все-таки долговато. Хотелось бы чуть-чуть быстрее. Но в целом очень даже комфортно. Время перезарядки магазина 16 секунд. И это немножко больше, чем у многих цикличных орудий на девятом уровне. И это действительно классно. При этом ДПМ у вас 2740 единиц. И это тоже довольно-таки интересно. Время сведения мне немножечко не хватает. Хотелось бы, чтобы сводилось орудие чутка быстрее. Я не очень сильно люблю, когда время сведения у меня больше, чем время перезарядки. Ну просто потому, что ты уже перезарядился, но все еще продолжаешь сводиться. И это доставляет действительно дискомфорт в игре. Что касается разброса, он очень классный. 0.319 крайне комфортно отыгрывается. Пробитие 248. И в принципе его хватает. Порой не хватает против десяток. Поэтому если вы переставите себе на пробой, будет 260. И именно в таком виде я в последнее время машину катаю. Это связано с тем, что вентилятор добавляет всего 0.34 секунды к перезарядке. Но в целом, ребят, это не очень ощутимо на барабане. Поэтому с пробитием повышенным, с учетом того, что довольно часто данную машину против десяток ставит, все-таки играть гораздо комфортнее. Ну и как вы видите, здесь добавляется всего 0.3 секунды и несущественно в целом падает ваш ДП. При этом средний урон 350 единиц. Довольно-таки прикольно, особенно с учетом того, что у вас есть три таких снаряда. И угол склонения орудия вниз минус 7, что в целом является плюс-минус комфортным. Конечно же, как обычно, хотелось бы лучше. Но, ребят, и этого в целом в боях достаточно. Что касается брони по машине. Я бы не сказал, что эта машина бронирована. Есть рандомные рикошеты, есть такое, что вас не пробивают, есть такое, что стоя вот так вот бортом, борт вроде бы светится серым, но при этом не пробивается и уходит рикошет. Такое бывает. Но в основном, если вы неправильно довернули машину, то здесь приведенки становятся все меньше и меньше и пробивать вас будут. Особенно голдой. Самое неприятное место в этой машине это нижний бронелист. Который крайне большой, расположен под не очень хорошим углом и действительно является крайне жирной серой зоной. Что касается башни. Дополнительными серыми зонами являются вот эти вот два выступа. Если посмотреть на модельку под каким-то вот таким вот углом, то вы поймете, о чем я говорю. Так вот, вот в эти выступы прилетает довольно-таки неплохо. Они тоже становятся серые, особенно если голду заряжают. Но часто проходят не рикошетами, а мимо, потому что здесь крайне интересная броня по форме. То есть здесь приведенка постоянно меняющаяся, поэтому когда вы вот так вот как-то мансите или немного двигаете орудие, соответственно это все сбивает прицелы вороших врагов. Но опять-таки не против десяток. Для десяток вы лакомый кусок. С этим спорить не будем. Что касается бортов, я уже сказал, здесь хвастаться нечем. Ну и соответственно корма тоже. Это то, что касается брони. Что касается сравнения с другими танками. Если сравнивать К-91 с премиумными и коллекционными тяжелыми танками на своем уровне, то он существенный лидер по заявленному ДПМу, который вполне-таки себе даже реализуемый. Но все-таки данное сравнение является не совсем честным, потому что это барабанное орудие с тремя снарядами, а это все цикличное орудие, не считая объекта 752-го. Который, кстати, обратите внимание, отстает на 200 единиц заявленного ДПМу. При этом всем, ребят, если вы будете сравнивать прям со всеми машинами на уровне, а их здесь действительно много, то вы обратите внимание, что единственный товарищ, у которого ДПМ действительно выше заявленный, и то несущественно всего лишь на каких-то там паршивых, я бы так это назвал, ну сколько там, 50, да, или сколько, единиц. Короче говоря, ребят, это ИС-8, здесь заявленный ДПМ выше, у всех остальных, ребят, на уровне ДПМ гораздо ниже. И справедливости ради, стоит отметить, что поскольку это барабанное орудие, то, соответственно, сравнивать его со всеми цикличными пушками, рассказывать про его эффективность, это неправильно. Правильно сравнивать похожие между собой танки. Так вот, похожие между собой танки в отношении орудия, это Эмиль 2 проходной и АМХ 50-120, который тоже является проходным танком. И обратите внимание, что у Эмиля на 1000 меньше ДПМ, ну а что касается АМХ, то на 200 единиц, что тоже, кстати, ребят, существенно. А еще МК-91 невысок по своим размерам и, соответственно, ни в какое сравнение с картонным АМХ 50-120 не идет, которого выцелить и пробить гораздо проще. Теперь, что касается того, на что стоит обратить еще внимание, так это на доходность машины, 140% доходности. Единственный товарищ, который с ним соревнуется по доходности, это Камф Панзер 70. Но, опять-таки, это цикличное орудие с очень большой альфой для своего уровня и с таким же приблизительно временем перезарядки. Только ДПМ у него отстает на целых 500 единиц. И это, согласитесь, существенно. Полтысячи на ДПМе, это действительно очень большой провал и очень большая пропасть между ними. Что касается, ребят, эффективности машины, то обратите внимание, что 50, неполных 57, будем говорить, процентов. Это неплохо. Есть машины, которые, безусловно, дают большую результативность, типа Объекта 752. Но обратите внимание, 2000 игроков выдают 60,5%. Ну, будем говорить, 61. И 3660, практически 3700 игроков выдают 57%. О чем это говорит? Для меня это говорит, что с этой машиной справляется огромное количество игроков. И раз у них получается справляться с этой машиной, то, наверное, и в ваших руках она тоже будет вести себя порядочно. Ну что, обсудили машину, обсудили технические характеристики, а теперь погнали в бой и посмотрим, что МК-91 может. Как я уже сказал, существенным, существенным недостатком данной машины является то, что его часто бросает к десяткам. И против десяток вам будет бодаться, безусловно, гораздо сложнее. При этом, ребят, если вы попадаете против восьмерок или девяток, вы чувствуете себя абсолютно сухо и комфортно, получаете удовлетворение от боя. Короче говоря, кайфуете, насколько это возможно. Теперь, что касается того, в чем действительно машина, ну, скажем так, расстраивает. Расстраивает она в том, что это не до десятка. И я не перестану об этом говорить. Гораздо лучше машина бы себя вела, гораздо лучше бы машина себя показывала. Хотя и так показывает себя неплохо, если бы это был танк все-таки десятого уровня. И для этого ему необходимо было бы немножечко добавить брони и поднять ему альфу с 350 до 380 хотя бы. И тогда это был бы просто кладец для десятого левела. В остальном же, ребят, это довольно неплохая машина для своего уровня. Что касается точности по орудию, у орудия точность есть. И она очень классная. Единственное, что для этого необходимо полностью сводиться. И, как я уже сказал, здесь будут у вас немножечко проблемки, связанные с тем, что орудие сводится дольше, чем перезаряжается. И это немножко неприятно. Хотя в целом, если к этому привыкнуть, если понять, как отыгрывать данную машину, то у вас все будет получаться. Я порой на этой машине вывожу вполне спокойно за бой по 3, а порой даже по 4 фрага. Но это только в тех боях, в которых ты попадаешь против восьмерок. Если пропадаешь против десяток, то, безусловно, твоя результативность будет существенно ниже. Так, ну что, будем потихоньку отходить, потому что ребята пошли в прорыв продавливать направление. И с четвертой не особо решил там выпячиваться вперед. Хотя десятка и мог бы что-то попытаться даже зарешать в этом бою. Все-таки, как-никак, десятый левел. От него этого и ожидали. Углы склонения. Если играешь на вот таких вот неровностях, я бы сказал, что в основном больше дискомфортно, чем комфортно. Но если играешь где-то на каких-то прямых площадках, то практически не ощущается. Так, уходим за Мауса. В то же время пытаемся свалить от двух товарищей, которые меня разбирают. Так, Испропусти меня. Мне бежать пора. Так, что делать будем? Ну, давайте будем как-то пытаться поддерживать наши тылы, потому что уже заехали. На дальних расстояниях орудие отыгрывается тоже. Довольно-таки приятно, довольно комфортно. И ощущать дискомфорта в основном не приходится. Бывают, безусловно, там какие-то улеты снаряда не туда, куда хотелось. Как это было сейчас с последним снарядом в предыдущем магазине. Но я бы не сказал, что это происходит слишком часто. Так, поехали, поехали, поехали. В продолжении разговора по поводу годности машины, даже если вдруг, даже если вдруг разработчики прям совсем упрутся и никогда его не апнут нормально, то ему хотя бы надо было бы поставить льготный уровень по боям, чтобы его не бросало против десяток. Потому что, когда эта машина заходит против десяток, то это получается, знаете, такой мальчик для битья. Ну что, победили. Сейчас посмотрим на результаты по бою. Ну и, соответственно, заедем еще в одну каточку обязательно. Потому что данный бой, он не был настолько показательным, насколько мог бы быть. Я не говорю о том, что сделать танку рекламу. Просто в данной катке не получилось нормально реализовать весь потенциал машины. Всего лишь 1760 единиц урона, и данная цифра как бы не является показательной. Она может быть, и в основном она гораздо выше в нормальных победных боях, тогда, когда нормально получается занять свое место в команде. Ну вот, приблизительно вот так вот мы занимаем третье с конца места по урону. Правда, жизни никто не говорит о том, что машина прям действительно во всех 100% боев будет вас постоянно радовать. Мне бы попасть все-таки не против десяток, а против восьмерок и девяток. И тогда действительно можно было бы показать машину во всей красе, но нас опять бросает против десятого левела. И в последнее время с К-91 данная проблема, а по-другому это не назовешь, наблюдается практически постоянно. Если раньше К-91, по крайней мере на моих аккаунтах, а у меня К-91 не на одном аккаунте куплен, раньше бросала чаще на левел ниже против восьмерок, там, либо хотя бы против девяток, ну, то сейчас я бы сказал так, на 10 боев всего лишь 2 боя будет у вас против восьмерок. В основном вы как раз будете бодаться против преобладающего количества десяток. В лучшем случае у вас будет, там, 3 девятки из 7 союзников. Ну и, соответственно, 3 девятки из 7 соперников. Поэтому, ребят, будьте готовы к тому, что К-91 на сегодняшний день в рандомных боях, он не настолько прям веселый и классный, как это было раньше. Хотя сам ценник в 10 тысяч, я бы сказал, абсолютно обоснован, с учетом того, что идет в комплекте с данной машиной. Вот оно, время сведения, но в то же время вот она и точность орудия. Так, ждем гриля. Гриль сейчас должен начать быковать, выезжать. Нет, нет, парень, я думал, сам решил особо не психовать. Понял, что, в принципе, сейчас его разберут здесь и решил вперед не выпячиваться. Так-с. Что, попытаемся подъехать? Кину сейчас одну... А, вот ты засранец где. Кину сейчас одну плюшку, уйду на перезарядку. В целом, ребят, перезарядка магазина вполне комфортная. Я не могу сказать, что конкретно от перезарядки ты страдаешь. Ты больше страдаешь от того, что тебя разбирают ребята, которые играют на левел выше. Так, где-то здесь должен был кататься АМХ. Вот он, товарищ стоит. Этого брата сейчас бы нам успеть забрать. Уже хорошо. Уже хоть что-то годное вроде бы сделали. Стой там. Нет, забрали до меня. Отходим. Блин, за это время я бы уже 40 раз перезарядился. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Корма, 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 корма. Так. Блин. Нет, не получится, ребят Я думал, что смогу Что-то здесь хоть как-то подзарешать Но все-таки заехали в корму Подразобрали, ну а мой союзный Где-то катался Ладно, бывает и такое, так или иначе Бой есть бой, ну а из песни Слов не выбросишь, как вы видите Пробивают нижний бронелист, понятное дело, что Пробивают борта, корму Ну короче говоря, это такой себе страдалец Когда попадает, как я уже говорил Против десяток и обалденный Бодрый танк, когда он попадает Против восьмерок и девяток Ну вот такой вот парадокс Ну что, давайте выпрыгивать будем в ангар Для того, чтобы долго не ждать, чем там бой закончится Безусловно, сейчас бой закончится Посмотрим обязательно на Результаты, если он успеет Закончиться до момента, как мы закончим Обсуждение набора, ну и в частности данной машины Итак, давайте Будем обсуждать следующее Считаю ли я годным ценник в 10 тысяч за данную машину Да, считаю, потому что данная машина Она в основном доставляет Удовлетворение от боя И я все-таки продолжаю на ней кайфовать Даже если я проигрываю Ну да, вот такой вот я парадоксальный чувак Я умудряюсь радоваться даже поражению За 10 тысяч вы получаете Довольно неплохие плюшки В целом по ценнику определились Теперь, что касается самой машины Сама машина Имеет как плюсы, так и минусы И я постарался их показать настолько, насколько смог 1973 единицы урона Тоже далеко не предел для данной машины И я на ней, в принципе, вывожу по 2,5 тысячи урона В боях даже против десяток Ну просто бои вот так вот сложились Что касается результативности по фарму То его 140% доходности Они приносят 40 тысяч чистоганам С учетом того, что у меня все отключено Ну кроме, соответственно, прям аккаунта Если бы прям аккаунта у меня не было То было бы 24 тысячи И это крайне скудно Для девятого левела Что касается результативности по команде То я нахожусь в средничке И вот играя против десятых левелов Вы будете постоянно находиться плюс-минус в средничке Ну в лучшем случае будете попадать в топ-3 на третьем месте Что касается, ребят, того покупать или нет Я не могу рекомендовать Вот так, как я рекомендовал, допустим, там Того же самого Льва И того же самого Экшен Икса По одной простой причине Потому что если с Львом и с Экшен Иксом Все в принципе понятно И вы бодаетесь в пределах своего левела То с момента, как я снимал свои последние обзоры А я обязательно в описании под данное видео Положу дополнительные ссылки Зайдите, посмотрите Там есть дополнительные катки на этой машине И возможно они вам дадут дополнительную информацию С которой вы сможете плюс-минус сложить пазл По вопросу покупать или не покупать Так вот, если сравнивать с теми боями Которые там есть в записях То на сегодняшний день К-91 все-таки не настолько бодрая машина Потому что, как я уже сказал Ее очень часто бросает против десяток Ну вот так вот и получается Что данная машина Она в принципе заточена под десятый левел Но продолжает находиться на девятом Где она и останется Было бы неплохо, чтобы апнули Но мы этого хотим по всем танкам А на данный момент у меня все Если вы за честные обзоры Обязательно подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите свои комментарии И жмите на колокольчик А еще друзья Мира и обязательно спокойствия Пока-пока